Всем привет! Как вы помните, меня зовут Ира и я рисую. Запасайтесь чем-нибудь кофейком, латте, капучино, что вы любите, потому что я буду вам рассказывать, наверное, довольно долго, как я съездила в поездку, что я брала с собой из материалов. И я сама такие видео очень люблю, потому что собраться куда-то в дорогу, к тому же я напомню для тех, кто скажет, что эта гора совершенно не необходима в путешествии, а можно ограничиться меньшим количеством материалов, я заранее предвижу эти комментарии. Так вот, особенно когда вы едете достаточно на длительный срок, ну то есть три недели, все-таки это немало. И хочется взять то, все, вы знаете, что я люблю разные материалы, что я рисую в основном микс-медиа. И, в общем, вот такая гора, по-моему, я ничего не забыла. Но для начала давайте обсудим вот что. Прежде чем собираться, нужно же какие-то задачи перед собой поставить. Значит, в этом году какие я задачи перед собой поставила, кроме того, чтобы рисовать как можно больше? Во-первых, мне хотелось протестировать несколько еще, так скажем, назовем это, сетапов, таких вот рисовальных станций. Как вы помните, я в Петербурге, я про это рассказывала, у меня был вот этот зеленый кожаный блокнот, который мне хотелось проверить, удобно ли с ним. И вот для Питера, для короткой поездки на три дня, это было классно. Здесь мне хотелось, я, знаете, готовилась с июня, чтобы осенью ехать отдыхать. В общем, другие какие-то штуки. Вот эту, у меня спрашивали про нее, я шорты выкладывала с этой штукой. Значит, это такой вот сетап, назовем это. Очень давно у меня, то есть еще в начале моей рисовальной вот этой бурной деятельности, я купила, здесь были проколоры, были дервентовские, и блокнот. В общем, вот эту штуку мне хотелось. Я в Москве еще с ней походила, мне понравилось, я решила вот ее протестировать. Второй вариант вот такой. Это вот эта фирма, которая мне очень нравится. А где она написана? Ну, вот это же Smart Fit. Господи, а где же они? Вот. Le Heat Lab. Наверное, не знаю, правильно я читаю. Ну, в общем, вот эта фирма мне очень нравится. И я вот такую штуку для блокнотов купила, тоже мне хотелось ее протестировать. Вот такая у меня была задача. Еще у меня была задача, ну, давать себе какие-то задания, рисовать, как вот мы рисовали в простой школе, ограниченными материалами, там одно за пятно отвечает, другое за линию. В общем, как-то какие-то задания себе еще ставить. Плюс я хотела нарисовать серию, как я нарисовала в Петербурге. И она почти готова, в общем, мне придется дорисовывать уже тут. Вот это снова Макс Бутс. Classic Aqua. Нарисовать серию. Еще одна задача. И еще такая, ну, задача такая, может быть, немножко странная. У меня накопилось очень много вот этих малышей. То, что вот вы здесь видите, это остатки. То есть у меня было их гораздо больше. И везла я их даже в такой небольшой скрутке, чтобы они не поломались. То есть вот в эту коробочку они все не умещались. Мне хотелось их разрисовать, потому что я... Кто-то считает, что я очень небережно отношусь к карандашам. Мне писали комментарии. Но на самом деле я их очень берегу. И вот использую до, чтобы вы понимали, до вот таких вот огрызочков. Я... Все карандаши независимо. Ну, то есть это Дервенты. Я их привезла вот израсходованные с собой. Какие-то у меня там были Брюдфюнеры. Какие-то карандаши попроще. Я просто выбрасывала эти огрызки. А здесь такие жубки симпатичные. Я, возможно, их куда-то потом применю. Вот. Такая была немножко странная задача. Назовем это так. Но давайте по порядку. Значит, учитывая тем более опыт прошлого года. Я уж там не брала акварельные склейки с собой. Взяла меньше карандашей. То есть у меня вот эта была штука. Вот здесь немножко карандашей. Карандашей. И я взяла вот этот набор Малевич. Потому что он чудесно такой компактный. Размещала его в чемодане. Но, кстати, из него в итоге я буквально несколько карандашей брала. Когда мне не хватало вот в этой палитре малышей чего-то. Потому что все-таки я первоочередно себе поставила задачу уменьшить количество вот этих вот огрызков. Которые, так скажем, деребят мою душу. Мне, в общем, их жалко. На какую-то большую работу часто такого огрызка и не хватит. Ну, смотря, конечно, если карандашную какую-то заливку делать, да. У меня расход карандашей довольно большой, как я рисую. Про это мне тоже пишут периодически. Ну, вот так, да. Я так рисую. У меня большой расход карандашей. И, в общем, можно посмотреть прошлогоднее видео. Я, причем, их сделала два. Как я, значит, собралась. И потом, значит, что лишнего было в чемодане. Было два видео. Я оставлю на них ссылки. Вот. В этом году я решила учесть все, как бы, какие-то вещи, которые там мне показались были лишние. И вот, вот, вот в итоге вот я взяла вот столько. И единственное, в этом году, наверное, что касается бумаги, ну, то есть, склейку акварельную не взяла, но получилось, что у меня бумаги достаточно было много с собой, да. То есть, вот, совсем малышей. И два полноценных скетчбука. Вот. И тетрадочки вот эти от Max Goods. Ну, я могу сказать, что вот тут я ни разу не пожалела. То есть, у меня почти закончились скетчбуки. Вот, которые опяты. Эти вот, я меньше в них рисовала. Больше всего я рисовала в опятых. Ну, что, с чего бы нам начать? Ну, давайте начнем с самого веселого, да. Вот про эти карандаши малыши. Сейчас посмотрим, что там у меня. Здесь у меня, смотрите, еще какие-то грифели. Это вот у меня, кстати, из Бритфюнера выпал. Просто вот так вот целый грифель. Я рассказывала, что я с ними делаю. У меня есть Кавека и, в общем, 3-2. Большинство стержней вот таких вот выпавших туда умещается. Вот этот, кстати, для него тонковат. Для такого размера у меня есть карандаш какой-то другой. А вот те, которые потолще, нормально работают. Вот. И вот даже вот какие-то здесь я вот дорисовывала штуки, когда у меня ломался карандаш. Так, чтобы сразу, кстати... Нет, наверное, сразу не... В общем, в этом году я не брала свою вот эту большую точилку. Я купила две точилки, которые делают большую заточку. Оставлю на них ссылки, потому что вот эта очень полезная, мне кажется. Она стоит 100 рублей. И вот эта вот часть делает как раз длинную заточку. Ну, вот не такую длинную. Это уже малевич. А она делает вполне приличную вот такую. Что, в принципе, неплохо. В общем, решила я на этом деле сэкономить. И вторая... Ну, она подороже. Это Кум. Она что-то 400 с чем-то рублей стоила. Металлическая. В чем еще прелесть их? На Алиэкспресс можно найти сменные лезвия сюда. Вот, она мне прям очень понравилась. Даже вот эта уже подзатупилась. То есть их, ну, как расходник вот так покупать, да, придется потом выбрасывать. Вот это уже хуже точит, вот это лучше. Ну, стачивается. А вот здесь и видно лезвие получше. Его, наверное, дольше хватает. И можно сменные лезвия покупать. В общем, она прикольная. Я, правда, еще не искала сменные лезвия к нему. Ну, вот так у меня было. Значит, вы можете сказать, что дофига у меня этих малышей еще осталось. На самом деле, был гораздо больше. То есть, вот, я разложила их сейчас по брендам, которые у меня были с собой. Потому что вы будете же смотреть рисунки. Вот, как бы, чем я рисовала. Вот, смотрите, один дюрер. Остался один у меня девенты. Девенты было много. Я их изрисовывала активно. Это Брюдфюнера 2. Тоже вот только буквально сегодня я все доделываю серию. У меня еще один Брюдфюнер закончился. И вот один у меня, видите, просто выдавленный стержень. Это у меня Watercolor акварельный Derwent. Это мультики. Вот сколько их осталось. Но это не от набора. Именно из тех, что были. Это у меня такие самые в ходу. Зеленые, да, и такие вот охристо-желтые. Один вот этот Пит у меня. Oil Pит от Faber. Вот такой проколор. Это что у меня осталось? У меня было какое-то количество гаммы студия. Это мой любимый просто цвет Flame 04 Chroma Flow. Очень нравится. Вот два. Это у меня два Fenninola. Невская палитра у меня их два. Было вот такой фиолетовый и салатовый. Это у меня Виндзор Ньютон. А это я, наверное, сейчас... А, здесь вообще уже... Это австрийский крето, по-моему. Тоже они масляные карандаши. Я вот его уже дома заточила таким длинным. Вот. А сколько их было? Ну, сложно мне как-то показать. Ну, вот здесь вот я готовилась, наверное, к какому-то походу. Их было, короче, гораздо больше. Вот эти у меня закончились. Вот этот синий у меня все закончились. Куча зеленых вот этих. Вот эти вот у меня все зеленые закончились. В общем, я хорошо порисовала. Вот. И... Да, вот к вопросу, что делать с малышами. Вот эти вот прекрасные удлиняющие штуки. И поехали, называется. Значит, как вы поняли, интересно, что я с карандашей начала. Ну, так как у меня вот такая была какая-то сверхзадача, да, их порисовать, маленькие вот эти карандашики, то вот я с них, да, и начала. Ну, вы знаете, я рассказывала про этот набор Малевич. У меня что-то сейчас здесь в другой сумочке лежит. Потому что из всех моих сетапов я сделала еще один сетап. Но для этого мне надо было в Wildberries на Валушту заказать кое-что. Тоже покажу. В общем, имя я рисовала как раз. Ну, какие-то, в общем, цвета брала. В итоге, получается, можно было бы не брать. А вот как я знала, какие цвета мне здесь пригодятся. Ну, вот по-хорошему, положа руку на сердце, можно было не брать. Но вот эта задача с малышами, она у меня в процессе появилась. Поэтому, ну, кто знал. Вообще, я хотела очень много рисовать в Малевичине, потому что они очень понравились. Еще у меня была вот такая, значит, масляная пастель, маленькая коробочка. К ней я тоже пару раз всего прибегла. Можно было и не брать. Значит, продолжаем. Вот такая у меня была штука с дельгринами, вот этими палками, про которые я уже не первый раз их упоминаю. В принципе, можно было не брать, но я ими порисовала. Но такой отдых у нас был в этот раз очень динамичный. Нужно было, конечно, и обойтись. Ну, вот, наверное, если бы мне сказали, давай, собери сейчас еще раз чемодан, я бы все равно их бросила. Карандаш от Малевича Клеевой я делала там даже пару раз калаш, но немного. Еще вот такая штука у меня была. Я много ей в прошлом году пользовалась. В этом не так много. Здесь у меня в основном дроуинги, но все равно я порисовала ими. Это тоже вот такой хороший вариант рисовального сетапа получается, потому что у меня здесь лежит палитра маленькая акварели. Карандаши таких очень натуральных, спокойных цветов. Значит, этот графитовый карандаш, перьевая ручка с коричневыми чернилами и вот кисточка маленькая умещается. В принципе, вот это вот очень удобная штука, чтобы брать с собой. И к этому нужен просто скетчбук. Здесь, в принципе, все умещается. Но в этом году я просто пошла дальше. Я купила вот такую штучку. Фирма та же, как вы видите, но это уже вешается. Это полноценная сумочка. Вот сюда можно вешать очки, карандаш запихнуть. Сюда умещается телефон. И что там внутри. Куча-куча кармашков. И в итоге вот как раз получилось, что в эти короткие поездки, которые мы делали, такие одного дня, например, там уехали в Ялту, я брала как раз вот эту штуку. Здесь у меня был ключ, значит, ластик, точилка. Здесь как раз вот я не брала вот эту коробочку с собой. Вот сюда у меня умещались карандаши и водная кисть. А вот сюда я как раз вот малышей вот этих вот. Ну, не все, которые у меня вот здесь в коробочке, а какая-то там тоже ограниченная история. Здесь у меня акварель. Какой-то даже чек. Вот такая тоже очень скромная, я бы сказала, палитра. Интересно, а чек-то? Приятного аппетита! Курочка в медовой корочке. Да, где-то мы поели. И, значит, еще сюда у меня, вот здесь у меня была карта, сюда вмещается паспорт. То есть, в принципе, у меня в таких вот условиях путешествия, вот это была штука даже более... Вот смотрите, они по размеру. Это чуть больше. Мне вот кроме этой штуки только нужен был еще скетчбук. Ну, мы с собой там брали еще там шапочку, солнечные очки, крем от загара, там, может быть, кофточку какую-нибудь, если вечером будет холодно. Ну, то есть, чтобы вот облегчить какую-то эту основную сумку, мне было удобно вот с этой, чтобы телефон долго там не искать. В общем, я брала с собой шоппер, где был скетчбук. И вот основной мой инструментарий лежал здесь. Вот, ну, это у меня, вот эта вот такая история родилась уже на месте. В общем, развлекалась, как могла. Значит, так, про это я вам рассказала. Что у меня было еще с собой? Еще у меня была вот такая штука, где были всякие. Это я натаскала с собой. Но я могла всегда положить что-то отсюда в свою ту походную сумочку. В итоге воспользовалась, по-моему, я разок вот этим. В общем, что-то я отсюда брала. Там, какие-то записи делать брала ручку. Там, цветная ручка, да, шариковая. Могла кисточки две взять. Вот этими я, конечно, дома рисовала кисточками. Ластик я тоже с собой не таскала. Но, когда я рисовала дома, например, вечером, то тоже мне эта штука была нужна. Ну, это спрей, да, для акварели. Можно было что-то из этого взять? Ну, в принципе, да, половину. Но здесь какие-то вот, ну, например, брашпен черный. А если бы я захотела вот в графику идти? Ну, я не захотела. Ну, в общем, что-то можно было бы и убрать. Но всегда лучше, по мне, так иметь. Тут у меня запасные для брашпена. Что-то дополнительное. В общем, что-то отсюда я хватала и тащила. Там, вот эта ручка я писала. Я люблю писать по бумаге. Я очень полскульная девушка. Вот она у меня прям под завязку. Вот эта штука прям вот. Такая туго набитая. Давайте теперь поговорим про палитры. Палитры в этом году я специально для путешествия, по сути дела, не готовила. Я вот взяла вот так. И еще там увидите в одном из... Ну, в общем, вы видели уже вот в этой зелененькой. Да, вот здесь палитра тоже лежит. Ну, как бы они там живут. Они вот удобны именно так. А эти у меня такие были, если я захочу, другую палитру. Вот с этой я много как-то поездила. Она у меня была такой тоже походным вариантом. Просто валялся в сумке. Вот. Вот эту я использовала меньше всего. Ну, просто в прошлом году, например, я ее достаточно много использовала. Мне удобно на пляж ее было брать. Но в этом году получилось так, что у нас пляжных дней было не так много. Все время был шторм. И, в общем, как-то больше мы ездили. И вы поймете, почему она у меня в итоге дома оставалась чаще всего. Это такая гуашево-акварельная палитра. Здесь, на самом деле, акварель, но она с белилами. И она у меня использовалась дома. С собой, по-моему, я ее особо не брала. Но это тоже такое стечение обстоятельств. Например, в Питере я очень даже ее использовала. И еще вот такая, на всякий случай, вдруг какая-нибудь акварель закончится. Потому что никакие тубы я не брала в этом году. По результату прошлого года я поняла, что мне, в принципе, на три недели хватит. Что дальше? Дальше самое интересное. Это вот мы все про то, что рисуют, все обговорили практически. Значит, про скетчбуки. Про скетчбуки. Вот этот товарищ со мной не ходил. Здесь я его больше использовала как вот палитру выкрасить. Такой черновичок. В общем-то, как-то он у меня был такой вот. Такой. Бумага здесь, я рассказывала про него. В принципе, выдерживает легкую какую-то акварель. Она скорее вот для каких-то быстрых зарисовок. Или карандашные вот рисунки полноценные. Вполне себе. Вот я написала себе хорошо для эскизов. Вот. В основном здесь все я это московские какие-то. Вот это у меня, кстати. Это я рисунок хотела сделать. И вот я думала про композицию. Вот так я его набросала. Вот этот я хотела, если что, брать с собой. И в итоге я его брала на пляж. Несколько дней у меня здесь пляжных как раз и вошли. Вот. То есть, когда не хочется сумку перегружать. И я знаю там, что мне вряд ли захочется как-то сильно порисовать. Вот этот скетчбук отличного размера. Я в нем порисовала, но не особо много. То есть, он... Здесь вот какие-то... Здесь хорошая акварельная бумага, ханемюли. Ну, вот сколько у меня есть рисунков получилось. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Он у меня именно был такой тоже в дороге. Но он обычно шел в дополнение к опятому. Если я сделала в опятом первый слой, то я вот переходила на него, пока тот сохнет. Он потому что такой компактный, очень классный. Вот так. Пожалела я, что это брала? Нет. А где бы я сделала выкраску, как не здесь? А этот был очень удобен на пляже. А этот очень хороший был помощник к другим. Поэтому здесь как бы нет вопросов у меня лично. Вот давайте про эту штуку поговорим. Я на нее, на самом деле, очень рассчитывала. Потому что... Ну вот, здесь, смотрите, у меня несколько тетрадок помещаются. Это сейчас у меня она болтается. На самом деле, вот ее можно вставить сюда. У меня получается вот это Макс Гудс, вот это Макс Гудс. Сейчас. Ой. Ну, в общем, вот так, да. Она вот так складывается, и все очень компактно. И я думала, что я буду с ней как-то ходить. Но в процессе я, ну, грубо говоря, переобулась. Во-первых, мне очень не оказалось удобно. Ну, вот так удобно, да. Вот здесь вот как раз что-то делать. Потому что здесь все занято. В этих кармашках, смотрите, у меня ручка. Здесь моя гуашевая палитра. И по-хорошему мне бы, в принципе, одной ее хватило. Здесь много цветов. Здесь у меня неокалор. И я рисовала в ней в поезде. Мне было удобно. Ну, а больше она такая скорее была домашней. Удобно просто вот эти тетрадочки для разных целей с собой брать. Вот смотрите, у меня получилось здесь вот это, которое еще было в Питере с более тонкой бумагой. 120 грамм, да. Вот это вот, которое для серии. Но в итоге получилось так, что я придумала ее рисовать, эту серию, ну, во-первых, ограниченными материалами, да, как положено для серии. Плюс в итоге я ее с собой не брала. Я рисовала в ней серию уже по каким-то рисункам, которые я нарисовала на натуре. То есть он у меня такой был, тоже домашний. А это, кстати, фалафель. Это мой обычный там дневник, который я веду тысячу лет. Теперь он у меня с рисунками. Это мои ежедневные утренние зарисовки. Ну, какие-то мои мысли, как прошел день. Такие заметки путешественника. То есть здесь вот в основном много текста. Показывать не буду. Так. И в целом получается, что для путешествий вот эта штука-то оказалась удобной. Именно как такой компактный способ, да, с собой все увести. Но когда рисуешь на натуре, не совсем это все удобно оказалось. И более удобно. Вот эта история. И здесь был вот этот скетчбук. Ой, вот этот. Это Девент. И я вам его показывала. Помните, с красным дубом? Всем запомнился красный дуб. Вот этот. То есть он у меня еще, я начала его в Москве, и где-то половина была. Но он у меня на первой неделе закончился. И он у меня был именно вот в этом Дервенковском пенале. Сейчас вам покажу. Вот смотрите, сюда умещаются карандаши. И я вот как они здесь были, вот эти вот Fine Color, которые последние мы смотрели, так они и остались. Здесь, по-моему, Артикс я два добавила. Это мультик. А это вот как раз та самая палитра, про которую я вам рассказывала. А вот здесь, он, смотрите, так складывается. И здесь получается прям такой... Изначально в нем был горизонтального формата скетчбук. Но я поняла, что, в принципе, на коленках рисовать, если здесь твердая обложка, вполне удобно. И вот так я и ходила. То есть, ну вот я так раз, у меня карандаши там болтаются. Как еще показать, да? Вот здесь вот я могу выставать. А потом там, например, мне уже не надо. Ну, на столе рисовать, наверное, не очень удобно. Но на коленках, где-то в парке, вполне себе. Это, кстати, первый, по-моему, Луфтинский уже рисунок. Вот, но он у меня закончился. И у меня к нему был второй вариант с пчелкой. И, смотрите, я его почти закончила тоже. То есть, вот он у меня был самый походный. Я его вот в этой штуке даже, по-моему, может быть, один раз потаскала. Потому что потом вот эти вот у нас были путешествия одного дня. Я его просто бросала в сумку. А все остальное у меня было вот тут. То есть, вот с таким набором я как раз и большинство на натуре работы рисовала. Не могу сказать, что в этом... Ну, то есть, у меня материалы... Вот карандаши у меня были в чемодане. А все остальное у меня было в рюкзаке, в обычном моем. И я не могу сказать... Ну, я имею в виду, когда мы перемещались уже в Москву-Алушта. Не могу сказать, что это было сильно тяжело. Это было легче, чем в прошлом году. То есть, мне кажется, что я все же улучшилась в этом плане. Вот. Ну, и вот идея серии родилась. И какие-то я попробовала разные варианты вот этих походных станций. Назовем их так. Вот это было очень удобно. И вот это было очень удобно. Вот так вот. Ну, самое компактное. И такой компромисс между форматом, форматом, в котором рисуешь. Ну, вот так. Иногда я вот так брала два скетчбука с собой. И... То есть, получается, у меня четвертый, да, на развороте. И рисунков у меня здесь, конечно, просто, вы видите, да, очень много. Осталось тут буквально чуть-чуть. И я думаю, что в ближайшее время я все это дорисую. И, ну, я, наверное, здесь буду рисовать именно по фоткам, которые, да, у меня остались, чтобы такой был алуштинский дневник. Здесь всего два московских рисунка было. И уже потом, наверное, посмотрим. То есть, можно вот этот уже смотреть. Вот этот. И серия тоже. Там у меня, по-моему, два или три рисунка осталось дорисовать. Тоже буду готова. Покажу. Вот так у меня достаточно получается, плодотворно получилось порисовать за три недели. Так, простите, что у меня здесь бликует. И, правда, сегодня у меня начало курса у Насти Мамошиной, моей любимой. У нее вышел новый курс «Интерьер скетчера». Я не могу сказать, что я морально готова к каким-то учебам сейчас. Я как-то пытаюсь перестроиться. Очень холодно, мне кажется. Как-то все не так. Я вот буквально вернулась два дня назад. Сегодня я, когда записываю ролик, одиннадцатое. И вот начало как раз курса. Так что в ближайшее время, ну, наверное, вот эти листалочки я успею как-то между делом снять. Это про мои планы. Вот. Ну, и давайте, наверное, для завершения подумаем, что можно было не брать, если прям со всей строгостью вопроса подойти. Вот это можно было не брать. Вот это. С другой стороны, можно было не брать, но я тоже порисовала ими. То есть вот сейчас бы мне сказали, собирайся снова. Я не знаю. Наверное, я бы что-то оставила вот из палитр вот этих, но тоже сложно, сложно. И карандаши бы я не оставила. В общем, как будто бы даже... Ну, правда, можно было не брать палитры. Но вот с этой я походила. Ну, например, хотя бы вот так взять, да. А вот эти две оставить. Черную и голдро. А вот эту тогда не брать. Ну, это прямо вот совсем так сурово. Не брать вот если эти карандаши... Ну, я не знала, какой цвет у меня раньше закончится и как там вообще все сложится. Поэтому, наверное, какой-то запас карандашей неплохо с собой иметь. Получилось, что вот эта история у меня, да, меньше всего, наверное, использовалась. Но кто же мог подумать, что я переобуюсь на месте вот в такую историю, да, вот в эту сумочку. Поэтому я заранее не знала, а вот эта могла бы как раз быть заменой. Но тогда бы она болталась у меня в шоппере, а там телефон болтался бы на мне в сумочке для телефона. Ну, в общем, это все-таки, знаете, разговоры про то, как вам лично удобно, да, доставать материалы. Опять же, здесь важно, где вы будете рисовать. То есть в Питере, например, я рисовала в основном в кафе. И мне не нужно было там на коленке что-то рисовать. А тут я и выходила... Вообще просто там где-то на бордюрном камне сидела, когда я вышла вот просто порисовать. Но это было пару раз всего. А в поездках я там на лавочке где-то, в парке, около моря. Ну, в общем, немножко другие условия рисования, и поэтому немножко другие как бы условия. И плюс мне хотелось вот эти вот все, да, органайзеры попробовать. И, ну, вот для меня оказалось удобно, да, я вам показала скетчбук плюс вот эта сумочка или вот эта вот, вот эта дервентовский такой пенал папка, назовем это так. Но, если бы я не взяла вот эту, я бы, ну, не знала. Хотя на нее как раз у меня были очень большие планы. Я думала, что она-то как раз у меня самая рисовальная и будет. Но получилось, что я решила серию рисовать не на натуре, а в Питере наоборот было. Потом она как-то тяжеловата из-за того, что здесь всего много оказалось. И, в общем, она у меня вот оставалась дома. Я считаю, что мои задачи-то я выполнила. Серия почти нарисована. Разные варианты органайзеров я попробовала. Карандаши я изрисовала. Поэтому и вот такое количество даже скетчбуков заполнила. Так что я молодец. Поездка удалась. Пишите, что вы думаете. Мне будет очень интересно. И до новых встреч. Будем скоро листать мои блокноты с рисунками.